Итак, друзья, всем привет! Видео начинается в патьмах, потому что я хочу, чтобы вы видели, насколько разные экраны у данных аппаратов. Но видео будет об аппаратах на одинаковой платформе. У всех процессор 6739. Я долго ждал, пока у меня соберется все четыре аппарата, но... Уж несколько дней, как они у меня, и я только сейчас вспомнил, что я хотел это сделать. Справа налево буду перечислять. Справа у нас Blackview 5800 Pro, BV-серия защищенная. Далее Blackview A20 Pro, улучшенная версия модели A20 с измененным процессором, добавленным сканером, отпечатков и так далее. Далее у нас Umi Digi, блин, A1 Pro. У него, в отличие от всех, оперативки больше. Ну и китайский практически ноунейм. Сейчас где-то там название забыл. А, Guafon 98.00, по-моему, модель. Сейчас, надеюсь, он тут написан. Нет, она на коробке даже не написана. Ну, ладно, у меня на канале есть его обзорчик, можете посмотреть, если кто заинтересовался. Суть. Что я хочу сказать. Вот, во-первых, у всех Android 8.1. Считай с одного завода. Если найдете еще схожести, как говорится, считайте это уже вашим достижением. Я даже не изучал. Может, у них и прошивки вообще одинаковые. Но я не об этом. Я хочу показать, например, скорость работы. Одинаковые обои ставить не стал, потому что заколебался их искать. Нет, я могу, конечно, их поставить более похожие. Здесь вот, в частности, накосячил, вообще не поставил. Хотел вот установить, но забыл. Вот. Вот, более-менее похожие. Здесь, опять же, не поставил. Да что ж такое-то. А здесь и нету, да, других обоев. Ну и, короче, ладно. Не сложилось. Поставил специально на них всех одинаковые ланчеры. Сейчас попробую показать, насколько они все по-разному работают. То есть, личное мое мнение выскажу чуть позже. Сейчас попытаюсь просто показать немножко в SUI, чтобы вы видели, как это все отображается, насколько оно все разное. Вот здесь задел центральную клавишу, у нас уже голосовой поиск врубился. Так, ты уйди. То есть, если вы пытаетесь понять, к чему это видео, я хочу объяснить, что я хотел сравнить, как на одной платформе, на одном процессоре с одними видяхами и так далее разные фирмы в разных моделях организуют работу устройства. Вот лично мое мнение, например, что вот этот аппарат, самый дешевый, в принципе, из всей серии, он соответствует своему ценнику. Он немножечко медленнее, чем другие. Но, опять же, немножечко. По яркости экрана, как бы странно ни было, больше всех в глаза бьет самый ноунейм. Хотя у него качество экрана как бы не супер, но яркость капец просто. Вот если повернуть, вы видите, да, пересветы. Эти все поворачиваем, таких сильных пересветов не будет на белом фоне. То есть, как-то ребята тут мудрились ярко сделать просто зверски яркую. Ну и напоминаю, для китайского ноунейма стольника он стоит, это много, учитывая, что у него водозащиты нет, но, короче, много чего нет. При этом 100 баксов. Видимо, они вложились в экран. Все, что могу предположить. Далее хочу показать, насколько по-разному они сейчас будут отзываться, ну, делать сворачивание запущенных. Кстати, кнопки у некоторых переставляются местами, у некоторых нет. Вот сейчас нажимаем на тут даже не знаю, где нажать. А вот тут сверху, для сравнения, да, надо попробовать, блин, как-то разом нажать. А и не получится. Ладно, засекаем просто по времени. Нажимаю 1, жду, когда все выйдет. Потом 2, 3, 4. Посмотрим. Все, китаец. Все у Медиджи. А вот так у нас делают Blackview. Хотя это тоже Blackview, но, видите, сделано намного лучше. Вот видите, да, вроде визуально прошивка одна, процессоры одни, все одно, но абсолютно по-разному все сделано. В то же время и запуск программ у них по-разному. Во-первых, переключаем к виду другому. Блин. И самое главное, даже и попасть сложнее. Вот в дешевой модели тач вообще капец. Но тут на два касания, все остальные на пять, честно говоря. Вот этот, кстати, на пять с половиной. Можно нажать шесть раз, но после этого тач глючит неимоверно. Ладно. Переключаем. Ну и пробуем, например, запускать одну и ту же программу. У меня везде есть хитрый калькулятор, да, мой, который мне нравится. Где он тут? А тут, кстати, почему-то его нет. Ну, значит, это выпадает из тестов. TDX, TDX, TDX. То есть вы видите, да, калькулятор у нас запустился. Здесь, ладно, запустим обычный калькулятор. Программа обе легкие. Так, надо вернуть. Не доделал. Нажать, вернуть. Закрыть, 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 закрыть. Закрыть. Теперь, например, запустим. Что у нас? Значит, вот на этот будем ориентироваться. Что у нас есть? Просто музыку. Разрешить. Музыка у нас тут есть. А у нас тут просто музыки зато нет. Прикольно. Ну, короче, не срослось все одинаковые приложения запустить. Как так-то, как без музыки? Хороший телефон, ладно. Тут музыка есть. Разрешить. Разрешить. И тут музыка есть. Но она чуть-чуть модернизированная. Где у нас тут-то музыка? Прикольно. Прикольно. Музыки нет вообще. Ладно, врубаю свет. Без одного. Ну, как без музыки-то можно жить-то, а? Вот вам, китайцы. Даже музыку не дали. Ладно, запустим чего-нибудь. Сканер, например. Тоже выйдем. То есть у нас и тут, и тут, и тут уже две программы в оперативке. Запускаем, ну, не знаю, галерею, например. Галерея должна быть везде. Так, галерея. Галерея. А теперь пробуем тупо переключаться между ними. А почему камера? А, потому что фоток нет. Нажимаем, то есть, кнопочку, которая показывает все запущенные. Запущенные. И пробуем, например, дружно переключиться на калькулятор. Посмотрим, сколько времени это у нас займет. Раз, раз. Раз, раз. Теперь отсюда мы выходим. Пробуем перейти, например, в калькулятор. Так, я его подготовил. Тут, кстати, получается больше. Это нечестно. Этого быть не должно. Откуда он их запустил, это тоже вопрос. Так, вот, все увидел. Так. Тыдынь. Мгновенно. Ну, и опять повтор того же теста с очисткой. Мы сейчас увидим, что все равно от прошивки будет зависеть то, с какой скоростью он это все закрывает. И здесь я опять забыл, где. Вот, тыдынь. Мгновенно, да? И здесь. То есть этот уже будет бесить. Далее уже придется чувствовать на словах, потому что, ну, нереально это все показать. По скорости работы из них всех не поверите. Самый шустрый китаец. Почему? Потому что у него многие пункты тупо вырезаны. У него нету датчиков. У него нету некоторых видов настроек. У него уже та версия андроида восьмого, в котором нет инженерного меню. Хотя, например, вот в этом инженерка есть. То есть тут его ребята уже выпилили. И этот ярлык просто не работает. В этом 3 гига оперативы. Но у него батарейка 2 600 или 500, не помню. Нету там 3 ампер. Поэтому он у нас до вечера доживает с трудом. У меня, в частности, вообще никак. Пробовал его дать сестре на неделю. У нее с трудом, как она говорит, доживал. Но к вечеру уже было там процентов 10. Этот имеет батарею еще меньше. У него 2 500. Но при этом, поскольку он как-то по-другому сделан. Но вы видели, да, что он все делает чуть медленнее. Он доживает до вечера свободно. Как? Я не знаю. Сканеры отпечатка пальцев у них есть у всех. То есть утягощающий фактор по работе у всех есть. Но при этом, если выстраивать линейку по живучести на одном заряде батареи, 1, 2, 3 и китаец. Китаец живет дольше всех, потому что у него батарея 5 с лишним ампер. Но у него голова не болит о датчиках. У него просто тупо их нет. Датчика приближения у него нет вообще. Ценник у всех аппаратов разный. Поэтому камеры сравнивать не имеет смысла. Они у них пропорциональны стоимости за одним исключением. У этого китайца, ну как сказать, ну камера она есть. Все, что про нее можно сказать. У всех остальных камера снимает. У этого она просто есть. Хотя стоит он 100 баксов. Он самый дорогой, если убрать Black. И поскольку у Black вообще наворочено. У него еще беспроводная зарядка добавлена. Поэтому ценник у него увеличен. Далее. Вроде как процессор один, да? Но кому-то достался уже Type-C. У кого-то старенький еще microUSB. Вот у этих всех троих microUSB. Ценник при этом у этого 100 баксов. То есть в последнее время получается вообще не значит ничего, какой процессор. Потому что производители что хотят, то и комплектуют. И какой-то одинаковости ожидать можно только в попугаях. То есть в тесте Antutu и тому подобное. В них можно ловить какую-то похожесть. В работе это будут абсолютно разные аппараты. Скажу честно, ходив вот с этим, меня выбешивал только Touch. В остальном он меня устраивает. Да, он как такой, уже не буду эту национальность вспоминать. Меня уже за это ругали. Неторопливый товарищ. Этот более торопливый, но пока не загрузишь его программами. Как только множество программ в памяти, он переходит в этот же разряд. Этот быстрее. Поскольку у него 3 гига оперативы. Но опять же и его можно загрузить. Когда я поставил сюда весь набор своих программ. Сейчас вы видите, их уже нет. Потому что я уже сестре давал попользоваться. Он стал недалеко ушедшим от 58.00. То есть чуть-чуть большую скорость. Чуть-чуть больше программ можно поставить без ограничения скорости. Китайцы же этот, пофидист. У него всего 2 гига оперативы. Я на него наставил все свои программы. Он у нас летает. Ему реально похрену. Он просто тупо работает. Да, он не как, например, 2000 Black. Не мгновенно работает. Но задержки с программой связаны чаще всего с первым запуском. Потому что если потом все это уже было запущено, то он это все запускает без проблем. Шустро и быстро. Переключается между ними также шустро. Как этого китайцы добились, я не знаю. Уже желание компании BlackVine, например, попросить у них слить прошивку и сделать ее своей. Потому что прошивочка просто летает. Как? Да хрен ее знает. Я не знаю, как они этого добились. Поэтому мое мнение такое. Не важно, какой процессор. Точнее говоря, какого поколения. Из не очень навороченных процессоров тоже можно многое выжать. В руках у меня бывали аппараты и на более старых процессорах, при этом которые работают быстрее. Но, например, без 4G, как на 6580. У меня бывали и более дорогие аппараты, которые тормозили. Но не сразу, а спустя время. То есть у них, видимо, поначалу что-то там программно вычищается. Спустя время программа эта не справляется и застирается, извините за грубое выражение, память. И начинаются такие же лаги, как у одноклассников. Аккумуляторы, опять же, у каждого производителя свои. Потому что у этого заявлено 3, у этого заявлено 3. По параметрам у них примерно одинаково 2,5-2,600. Но этот тянет больше. Хотя процессор тот же. Разница немножко в оперативе. Но я не думаю, что лишний гиг оператива будет жрать батарею настолько, что этот будет знать, чему больше тянуть. Фиг его знает, товарищи. Так что все. Видео болтовня о процессорах 65. Господи, я уже забыл, какой там процессор-то. Пока болтал. Ой, господи, 67, поэтому и сбился. 67,39. С доказательством того, что неважно, какой именно процессор стоит, если его оптимизировать. И в то же время наоборот. Если у фирмы хорошая оптимизация, неважно, какой она процессор поставит, они его все равно могут допилить. Вот эти китайцы умудрились как-то выпилить из этого процессора такое, что он работает быстрее. Но, короче, видео, грубо говоря, как бы и ни о чем, но в котором я засветил кучу телефонов на одном процессоре и доказал, что не так важно, что у них внутри. Они работать могут все равно по-разному. Все. Всем пока. Вот очищал и до свидания. Надеюсь, что вам моя билибердистика сейчас не взорвала мозг и все-таки вам что-то тут понравилось.